За семь с половиной лет я провел более трех тысяч глубоких соционических интервью. Практически не перебивая и лишь задавая вопросы, я выслушивал людей на самые разные темы. Каждая из таких интервью длилась от полутора до двух часов. И знаете, что я понял? Нам врали. Амбивертов не существует. Привет, я Андрей Башко и на этом канале мы изучаем типы личности. По ссылке под видео ты найдешь описание 16 социотипов, соционический тест, чат-бот знакомств совместимых с тобой людей и запись на наши консультации. Также до 7 января 2025 года у нас есть несколько офигенных новогодних предложений, от которых ты просто не сможешь отказаться. Переходи на наш сайт и ты найдешь тонну познавательных материалов о разных типах людей. Ну а сейчас разберемся с амбивертами. Амбиверт это тип личности, который сочетает в себе черты как экстраверта, так и интроверта в зависимости от ситуации. Амбиверсия не всегда выделяется как отдельная категория в научной классификации. Скорее, она описывает нашу адаптивность. Также, прежде чем делать какие-то выводы об амбиверсии, рассмотрим три основных источника знаний об интро и экстраверсии. Это Карл Юнг, нейропсихология и Биг Файв. Интро и экстраверсия это одни из наиболее исследованных черт личности в психологии и их научная обоснованность считается довольно высокой. Так что погнали. Юнг впервые ввел понятие экстраверсии и интроверсии в книге «Психологические типы». Экстраверсия там это направленность энергии на внешний мир, взаимодействие с людьми и событиями. А интроверсия это направленность энергии внутрь на размышления и собственные переживания. И прошу заметить, он сперва пронаблюдал эти характеристики в людях и лишь потом дал им определение. Не наоборот. В этой же книге Юнг упоминал, что ни один человек не является абсолютным интровертом или экстравертом. В реальной жизни большинство людей демонстрирует смешанное проявление, но в каждом из нас одна из установок доминирует, а другая подавляется. Это связано с тем, что наша психика стремится к балансу и компенсации, а промежуточное положение, то есть амбиверсия, это скорее динамика, чем фиксированная черта. Он писал «Не существует чистого интроверта или экстраверта. Такая личность находилась бы в психиатрической лечебнице». Так что это временное смещение в сторону противоположной установки не делает человека амбивертом, а скорее указывает на гибкость и адаптивность психики. Тем более, что полное равновесие практически недостижимо. Исследования с помощью МРТ и электроэнцефалографии, да, это там, где к голове присасываются множество таких проводков. Так вот, эти исследования показывают различия в активности мозга у интровертов и экстравертов, особенно в областях, связанных с обработкой стимулов и вознаграждений. А именно, у интровертов базовый уровень активации коры головного мозга выше. И это означает, что их мозг и так перегружен внутренними стимулами, даже в состоянии покоя. Соответственно, они более чувствительны к внешним стимулам, быстро утомляются от избыточной стимуляции и потому предпочитают тишину, спокойствие и уединение. У экстравертов же базовый уровень активации коры мозга ниже. И чтобы компенсировать эту низкую активацию, экстраверты стремятся к внешним стимулам. Как-то общение, разные события или в целом новизна. Это помогает их мозгу поднять уровень возбуждения до комфортного состояния. И все эти исследования, кстати, напрямую согласуются с выводами английского психолога Джеффри Грея и немецко-английского психолога Гайса Айзенка, который разработал ту самую трехфакторную модель личности. И экстраверсия с интроверсией там являются одним из ключевых факторов. В своей работе The Biological Basis of Personality именно Гайс Айзенк предложил биологическую основу для этих параметров. И позже это подтвердилось другими нейропсихологами. Также экстраверты имеют более активную дофаминовую систему. То есть они сильнее реагируют на внешние стимулы, связанные с вознаграждением. Это может быть похвала, деньги или социальное поглаживание. В первую очередь это связано с повышенной чувствительностью путей, которые управляют дофаминовой активностью или по-другому система вознаграждения-мотивация. Если вы не знали, у экстравертов вознаграждение вызывает более сильное чувство удовольствия, чем у интровертов. И это в свою очередь мотивирует их искать все новое и новое, социальные или эмоциональные стимулы. Интроверты же демонстрируют меньшую активность дофаминовой системы в ответ на те же самые стимулы. Их мозг менее восприимчив к дофаминовым выбросам, а это объясняет их склонность к избеганию чрезмерной стимуляции. Вместо этого у интровертов больше активируются отделы, связанные с саморефлексией, вниманием и глубокой концентрацией. Короче, у экстравертов при более низком уровне активации коры мозга дофамины более активная, а у интровертов происходит наоборот. Менее активные дофамины, зато более активная кора головного мозга. Поэтому в среднем экстравертам для счастья нужно больше внешних стимулов, а интровертам меньше. Теперь, что до амбиверсии, то нейропсихологи склоняются к тому, что это не какое-то статическое состояние или отдельный тип личности. Скорее, это динамический баланс между системами возбуждения и торможения или по-простому механизм адаптации. То есть, как мы поняли, существование отдельных экстравертных или интровертных типов при этом совершенно не исключено. Я думаю, что многие из вас слышали про тест личности от Биг Файв или Большая Пятерка. Так вот, эта модель основана на вполне себе эмпирических данных и статистическом анализе. Так что она имеет довольно высокий уровень научной обоснованности. Биг Файв рассматривает интро и экстраверсию не как дихотомию, а как некий континуум, где на одном конце спектра находятся экстраверты, а на другом интроверты. Ну а большинство людей занимает промежуточное положение между этими полюсами. Именно эта группа людей и может быть условно названа амбивертами. И вот тут одно супер-мега-важное замечание. Речь идет именно об интро- или экстравертном поведении, а не о восприятии. И скоро мы к этому вернемся, а пока вот какие признаки интро- и экстраверсии выделяет Биг Файв. Экстраверты. Социальная активность, поиск и наслаждение общением с другими людьми. Энергичность, высокий уровень активности, как физической, так и эмоциональной. Поиск стимуляции, тяга к новым впечатлениям и внешним стимулам. Уверенность в социальном взаимодействии, как-то комфорт в больших группах и лидерское поведение. Теперь интроверсия. Это склонность к уединению, предпочтение одиночества или общение с небольшим кругом близких людей. Низкий уровень социальной активности, избегание больших групп и избыточной внешней стимуляции. Также это саморефлексия и сосредоточенность на внутренних переживаниях и мыслях. И заметьте, это единственный когнитивный признак. Ну и четвертый. Относительное спокойствие, уравновешенность и меньшая потребность в эмоциональном самовыражении. Ну а что до амбивертов в Биг Файв, то они не выделяются там как отдельные типы личности. Более того, амбиверсия как термин не упоминается там напрямую. Она лишь описывает людей, чьи характеристики на шкале находятся примерно посередине. При этом зачастую будет наблюдаться какой-то перевес в одну из сторон, а удержаться посередине, ну, это как ходьба по канату. То есть можно, но сложно. И более того, заметьте, речь тут шла по большей части именно о поведении, а не о восприятии. И прямо сейчас это станет для нас очень важным доводом. Итак, настало время критики. За что же можно раскритиковать вышеизложенные определения интроверсии и экстраверсии? Все дело в том, что зачастую там речь идет именно о поведении, а не о восприятии. Если вы спросите, что не так с нашим поведением, то я скажу то, что на наше поведение влияет огромное количество факторов. Это культура, обстоятельства, контекст, настроение, восприятие, необходимость, а также детские травмы и еще бог знает что. И если люди сомневаются в том, интроверты они или экстраверты, то зачастую именно потому, что вспоминают себя в самых разных ситуациях. Каждый из нас может вспомнить себя в случаях, когда он вел себя более-менее этично или логично, интровертно или экстравертно, сенсорно или интуитивно и тому подобное. Но ключевых слова тут два. Когда-то и вел. Ведь если дело касается редких ситуаций и поведения в них, то мы действительно можем вести себя по-разному. Да, мы умеем подстраиваться, если это нужно, и мы умеем вырабатывать разные, даже чуждые себе навыки и качества. Ну, может не столько чуждые, сколько не диссонирующие со своим типом восприятия. Но а. Все это не про восприятие и б. Это все про исключения, а не про правила и не про регулярность. Мы не в равной степени амбивертны, не амбинальны и не амбикогнитивны, если говорить о нашем врожденном восприятии, а не об изменчивом поведении. Поэтому после более чем трех тысяч глубоких полутора часовых интервью, я бы хотел дать свои определения интро и экстраверсии и показать, как они могут проявляться в речи. Итак, я разделяю маркеры экстраверсии и интроверсии на первичные и вторичные. Первичные проявляются у 100% интро- или экстравертов, а вторичные – это те, что проявляются часто и у большинства, но не обязательно у каждого. Итак, интроверт – это человек, ориентированный на восприятие внутреннего мира, внимание более сфокусированное, однонаправленное и интроверт более молчалив. Теперь первичные критерии или закономерность или обязательные признаки аспекта, то есть то, что относится к восприятию. В речи много рефлексии, описывает что угодно с упоминанием своих чувств, мыслей и состояний. Внимание направлено не столько на сами объекты, сколько на свои мысли и ощущения по поводу них. Ну, мол, в этой комнате я испытываю умиротворение и какую-то легкость мысли. Других людей тоже описывает изнутри, то есть анализирует их чувства, мысли и внутренний мир так же, как и свой. Ну, например, в тот момент он не мог думать об этом, он был всецело охвачен переживаниями по поводу, ну и там дальше по тексту. А теперь вторичные критерии, то есть тенденции или то, как бывает чаще всего, но не всегда и больше относится к поведению. Склонен глубоко и надолго погружаться в одну тему, чем говорить обо всем по чуть-чуть. Редко упоминают о других людях и чужих мнениях, если тема напрямую их не затрагивает. Внимание сфокусированное, однонаправленное, есть глубина и концентрация. Проще адаптироваться под уже созданные условия, чем самому создавать новые. Углублять интерес к какой-то теме естественнее, чем расширять круг интереса. Отдача энергии умеренная и направлена на сохранение, а темп речи чуть ниже среднего. Часто выглядит спокойным, усидчивым, терпеливым и молчаливым, а жестикуляция размеренная. Теперь экстраверт. Этот человек ориентированный на восприятие внешнего мира. Внимание более расфокусированное, многонаправленное и он более общителен. И первичные критерии. В речи мало рефлексии, больше фокусируется на самих объектах, чем на своих чувствах и мыслях. По поводу них не склонен детализировать свой и чужой внутренний мир. Склонен оценивать себя через других, упоминая чужие мнения насчет себя поверх или вместо своего. Мол, эти двое считают меня таким-то, а вон те трое говорят, что я такой. Часто упоминает и сравнивает других людей, даже если тема этого не подразумевала. И вторичные критерии. Вместо того, чтобы говорить долго, вглубь и на одну тему, говорит о многом понемногу. Внимание более расфокусированное, многонаправленное и переключаемое. Проще создавать новые условия, чем адаптироваться под существующие. А расширять круг интересов естественнее, чем углубляться в один. Отдача энергии активная и направленная на расходование темп речи выше среднего. Часто выглядит довольно подвижным, общительным и амбициозным. Жестикуляция активная. При этом прошу заметить, что я четко разделил когнитивные, то есть восприятивные, и бихевиористские, то есть поведенческие характеристики. Если первые могут служить надежными критериями определения интро-экстраверсии, то вторые это лишь тенденции. То есть то, как бывает чаще всего, но далеко не всегда. Таким образом, существование поведенческих амбивертов практически установленный факт, ведь нам то и дело приходится подстраиваться под различные ситуации и требования общества. В случае с интровертным и экстравертным поведением, кривая распределения Гаусса выглядит вот так, так как наше поведение действительно стремится к амбивертному. Но в то же время амбивертов не существует, если мы говорим о восприятии, так как всегда наблюдается существенный перевес в одной из версий, то есть в интро или в экстра. И в случае с интровертным или экстравертным восприятием, кривая распределения Гаусса выглядит уже вот так. То есть одна из установок, экстра или интро, у большинства людей всегда будет заметно превалировать. Это наблюдал и Юнг, и то же самое наблюдаем мы на тысячах своих интервью. Нередко мы сильно переоцениваем свою многогранность, часто мы считаем себя слишком автономными во всем, именно благодаря поведению, но при этом совершенно не замечаем своей когнитивной или восприятивной обусловленности. Логики не замечают за собой, что о чем бы они ни говорили, постоянно что-то упорядочивают, раскладывают на категории и объясняют принцип работы всего на свете. Этики то и дело описывают чувства, отношения, качество или атмосферу, а интуиты отвечают настолько абстрактно и издалека, что часто вообще невозможно пересказать, о чем шла речь. Ну а что бы ни описывали сенсорики, они буквально засыпают тебя материальными деталями и подробностями. И все это практически не зависит от темы диалога. Так что глобально и бихевиористы, и когнитивисты все по-своему правы. Все зависит от того, что мы принимаем за экстра или интроверсию, поведение или восприятие. Но если поведение очень ситуативно и меняется от множества внешних факторов, то тип восприятия информации весьма стабилен и не зависит от внешних перемен. Это же подтверждает наш 8-летний опыт интервьюирования, а также изучение речи и восприятия одних и тех же людей в разные периоды жизни. Короче, вывод один. Человек может меняться в своем развитии и поведении и ситуативно подстраиваться. Но сам способ восприятия, будь он интровертным или экстравертным, этичным или логичным, сенсорным или интуитивным, всегда остается прежним. Ну а если ты хочешь, чтобы я также подробно разобрал критерии интуиции, сенсорики, этики, логики, рациональности и рациональности, дай знать своим лайком, подпиской и комментариям. Ну а на этом у меня все. Ищем единство в различиях.